В рамках инициированного главой государства проекта Туанжер в Ак-Тубе в третьей декаде сентября проведут первый форум земляков Ак-Тубе Куттамикен. Согласно распоряжению Кима области, Бердебека Сапарбаева утвержден оргкомитет форума, в состав которого вошли 37 человек. Это известные актюбинцы, предприниматели, представители общественности, государственных органов. Оргкомитет проводит ежемесячные заседания. Отметим, что основной целью проведения трехдневного форума является вовлечение уроженцев Ак-Тубинской области, проживающих за рубежом, в социально-экономическое развитие региона. Уже создан сайт под названием Ак-Тубе Жерлистере, где опубликованы подробные анкеты уроженцев нашего региона. Кроме того, известные актюбинцы оставляют свои пожелания на сайте. Первым это сделал знаменитый атлет Валерий Люкин, который проживает в США. Сегодня база данных на всех наших уроженцев, известных актюбинцев составлена. Наши земляки проживают в 15 странах мира, начиная от Соединенных Штатов Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Израиль. В адрес участников форума мы направили письменные и устные приглашения от имени Акимова области. На сегодняшний день уже подтвердило свое участие в этом форуме 218 человек. Среди них, конечно, большая часть это представители бизнеса, есть представители культуры, госслужащие, образование, спорта, здравоохранение и другие отрасли. Уже снят и монтируется фильм под названием «Октубе Коттымикен». Кроме того, планируется создание имиджевого журнала и энциклопедии области, куда войдут имена 540 человек. Отметим, что в рамках проекта «Туган-Джир» в регионе реализуется акция «Туган-Джир-Ятахзым», направленная на повышение социальной ответственности бизнеса и развитие государственно-частного партнерства. В рамках мероприятия уже реализовано 338 проектов на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Всего в текущем году планируют реализовать 555 проектов. Хоккейный модуль, вы знаете, 240 миллионов тенге. Это областной историко-краеведческий музей, 635 миллионов. Это центр Жубанов-Тарауэна, 300 миллионов. Детские сады в районах, это в Алгинском построили, в Тимирском, Шалкарском, новые спортивные площадки. В Хабдинском районе 63 миллиона дали на благоустройство нового парка. Это бизнесмены, которые проживали в Хабдинском районе, вложили. К слову, в рамках форума планируется открытие таких важных социальных объектов, как Дворец молодежи, Дворец единоборств. Будет организована научно-практическая конференция. Известные медики проведут ряд операций. Также планируется организация гала-концерта. Николай Сырбов, Жанна Дельсагиев, Казахстан, Ак-Тубе. Продолжение следует...